Подробнее о том, что же такое хлорселаны, насколько он опасен, мы поговорим с доктором химических наук, профессором кафедры физической и неорганической химии СФУ Светланой Сайковой. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, ну что же это такое? Это газ или жидкое вещество? Вот сейчас такая разная информация. Поясните, пожалуйста. Ну, наверное, речь идет о трихлорселане. Это соединение, которое используется в производстве поликристаллического кремния. Для солнечных батарей, например, для микроэлектроники и так далее. Это газ, который имеет очень раздражающее действие. Используется он как полупродукт. То есть в виде диоксида кремния обрабатывают хлороводородной кислотой, водородом. И в виде летучего трихлорселана отгоняют для дальнейшей очистки. Потому что производство кремния требует очень высоких требований по степени чистоты. Ну, действительно, как я сейчас слышала о том, когда зачитывали справку про трихлорселан, он обладает вот такими раздражающими действиями и на слизистые, на глаза, попадая на кожу, вызывает сильные ожоги. Относится к веществу второго класса опасности. Ну, надо сказать, что самый серьёзный класс опасности – это первый класс. Это второй класс опасности. Предельно допустимая концентрация. Один миллиграмм на кубический метр в воздухе способен образовывать взрывоопасные смеси, взрываться действительно. Химически реагирует с водой. Вот что важно. Поэтому, если, допустим, трихлорселан гонит, его нельзя тушить водой. Ну, при взаимодействии с водой, которая может быть и в воздухе, образует также токсичную ядовитую хлороводородную кислоту, которая известна всем под названием соляная кислота, которая усугубляет его вредное воздействие. Но воздействие вредное проявляется, конечно, в том случае, если концентрация в воздухе высокая. То есть, если он распространяется на большие территории и довольно быстро вступает в реакцию с окружающей средой, то, в принципе, через определённое время он превращается в хлороводород и диоксид кремния нетоксичный. А хлороводород рассеивается также по большой площади и токсическое действие снижается. То есть, опасно только в том случае, если человек находится вблизи места, где произошла утечка, и в закрытом помещении. Вот это важно. А вообще, кто наиболее тогда подвержен, если так можно сказать, потому что, например, когда мы говорили сколько раз о выбросах, в принципе, о любых, то здесь кто наиболее... Те люди, которые оказались вблизи этого выброса. То есть, если речь идёт о производстве, например, ну, поле кремния, которое сейчас, как я понимаю, закрыто и не работает в Железногорске. Так вот, если, значит, вот речь идёт о производстве, то вот там, где он используется, непосредственно в цехе, если произойдёт раскармитизация, выброс его, то персонал подвергается опасности серьёзной. Если вот речь идёт о том, что он разгерметизировалась, как я поняла, ёмкость там какая-то, если она находится в каком-то помещении, то да, в этом помещении может быть высокая концентрация. Если площадь большая, если, значит, там будет ветер, если, значит, большой доступ воздуха, концентрация снижается и опасность снижается. Вот смотрите, поначалу появились такие сообщения, что будут эвакуировать даже населённые пункты по движению облака вот этого хлорселана. То есть, получается, это невозможно в тех концентрациях, которые, ну, пока, хотя неизвестно, какая там концентрация, насколько масштаб какой. Ну, вот надо тут понимать, да, какое количество, есть ли превышение предельно допустимой концентрации. Я вот сейчас тоже посмотрела информацию, которая появилась к этому времени в интернете. Вроде бы отчитали, что нет превышения ПДК. Так это или не так, ну, надо смотреть. Если ниже ПДК, то проблем не будет. Если, значит, и вот это облако, там оно особо там никуда не денется, да и облаком там его, скорее всего, его не назовёшь, потому что тот же будет реагировать с водой в воздухе. А приезда с водой в воздухе будет дезактивироваться потихоньку. Ну, а как работают с такими веществами, как устранить опасность? Вы сказали, что нельзя тушить водой. Ну, понятно, почему, потому что там резки. Ну, если возгорится, да. То есть, если будет возгорание, то водой тушить нельзя. Обычно вот подобного рода, если случаются какие-то проблемы, ликвидируют их, либо используют адсорбенты при этом. Ну, он кислотного типа, поэтому известь может, например, помочь. Или другого там типа адсорбенты. Засыпают пуском, чтобы не произошла там в дальнейшем особо течек от проливов и так далее. Но надо сказать, что концентрируется он внизу. Он тяжёлый, то есть тяжелее воздуха. А запах как-то могут почувствовать люди? Потому что вот когда появилась информация, нам уже стали писать, чувствую запах хлора. И понятно, что люди могут паниковать. Опять же, вот здесь надо понимать, знают ли люди запах хлора, чувствуют ли. Это будет скорее не хлорозапах, если это трихлорсилан, да. Если там нет примеси хлора. Может быть, есть и примеси. Кто знает, что там было, хранилось в этих ёмкостях. Вообще это будет запах, ну, скорее хлорободородной кислоты такой. Ну, его классифицировать как резкий запах. Вот, поэтому он не какой-то там, ну, такой, чтобы запоминающийся. Ну, просто резкий, может быть, резь в глазах. То есть всё зависит от концентрации. Если концентрация высокая, то там страдают слизистые, отёк лёгких и всякие неприятные вещи, которые бывают от сильно раздражающих веществ. Да, и слизотечения в том числе.